Баскетбол – динамичная и очень эмоциональная командная игра. Главное в баскетболе – результативный бросок. Благодаря таким броскам достигается цель игры – набрать большее количество очков, чем команда соперников. Остальные элементы техники необходимы для создания наилучших условий для результативного броска. В баскетбол играют две команды. Каждая команда состоит из 12 человек – 5 полевых игроков и 7 запасных. Во время игры на баскетбольной площадке находится 10 игроков, по 5 из каждой команды. Запасные могут менять игроков, находящихся на площадке по решению судьи. Основными техническими приемами в баскетболе являются передача, ловля, бросок и ведение мяча. Рассмотрим технику выполнения некоторых способов передач, бросков, ведения. Передача двумя руками сверху. В момент передачи мяч находится в чуть согнутых руках, поднятых над головой. Коротким движением кисти и выпрямлением рук мяч направляется партнеру. Бросок мяча в движении. Получив мяч от партнера, игрок выполняет шаг правой, а затем левой ногой. Одновременно с этим он выносит мяч вверх и, отталкиваясь левой ногой в высоком прыжке, направляет его в корзину. Бросок одной рукой от плеча с прыжком. Перед броском стопы ног располагаются почти на одной линии. Ноги согнуты, мяч удерживается у плеча на ладони бросающей руки, а ладонь другой руки придерживает его сбоку, спереди. В момент броска происходит одновременное резкое разгибание ног, прыжок и выпрямление рук. Мягким толчком кистей рук мяч направляется по дуге в корзину. Во время ведения отскочивший от пола мяч правой рукой переводят в левую руку. На левой ноге выполняют поворот правым плечом назад спиной к защитнику и продолжают ведение мяча левой рукой. На сегодняшнем уроке мы познакомились с техникой выполнения некоторых видов передач, бросков и ведения мяча в баскетболе и убедились в том, что техника этой игры представляет собой совокупность различных приемов, работающих на главную цель – выполнять результативные броски.